Вообще мы говорим о проблеме, которая звучит в социуме как болезнь, да, вот синдром Дауна. Если разобраться более глубоко, то это не болезнь, это специфика генетическая, которая влечет за собой определенные последствия. И в этом случае в социуме сталкиваются данные семьи, данные детки с проблемой социального отторжения, непринятия и непонимания. Если мы не понимаем, то мы стараемся от этого отгородиться. Что происходит на уровне проблемы государственного масштаба, это то, что отсутствие комплексных таких социальных программ, которые позволяли как можно быстрее интегрироваться ребенку в общество. Для нас, когда родился Тимоша, было неожиданностью, потому что не знали вообще про такой диагноз, не ждали. Ребенок был долгожданный, потому что я родила в 30 лет. Было тяжело, но я благодарна, что все поддержали, вся семья, и семья, и моя, и мужа, все родители нас очень поддерживали. Вообще, мне повезло, что я не сталкивалась с таким отношением каких-то людей окружающих. У меня не было таких проблематичных ситуаций. У нас как-то все протекало благополучно. Первое, с чем сталкивается родитель, у которого рождается ребенок с синдромом Дауна, это он не знает, что делать. И только когда эта проблема появляется в его жизни, он быстро начинает обучаться и набираться информации. А что же происходит с той категорией населения, которая все равно не соприкасается с этой проблемой? То есть наша позиция такова, что независимо от того, что в твоей жизни происходит лично, осведомленность должна быть. Ведь каждый из нас может приносить ту лепту помощи, даже не зная того самостоятельно, что мы помогаем. Доброе отношение, понимание, что необходимо, как с этим поступать, принятие в социальные практические занятия какие-либо. Только потому, что я знаю, что делать с этим ребенком, как ему помочь развить этот навык. Я могу принять его в любой кружок и рисования, и танцев. Но мое отсутствие знаний приводит к тому, что я не желаю даже внедряться в эту проблему. То есть и так устроит. Я хочу сказать, что за ипотерапию мы пришли на первое занятие. Он на первом занятии не сел на лошадь, как-то побоялся. На втором сел, со второго занятия начал кататься. И это у нас уже шестое занятие сегодня. Я заметила, что он как бы с чужими людьми, у него контакт как-то не очень. Вот он стесняется сильно. А после, я думаю, что как бы дало очень, повлияла ипотерапия. Он стал, да, он намного легче стал идти на контакт. А для чего используются собаки? Собаки — это прекрасный элемент, прекрасный друг, который может ребенка научить определенному взаимодействию. Любой навык у ребенка приобретается с помощью игры. А как же с собакой и не поиграть? И каждый ребенок в процессе игровой деятельности, в процессе такого воспростого взаимодействия, легкого, обучается навыкам в дальнейшем взаимодействию с социумом, со своими сверстниками, с пониманием, что такое даже проявить любовь. Главной задачей в экопарке у центра реабилитации для деток — это стоит их социализация. Вот независимо от того, с чем они к нам обращаются. Это социализация. Это чтобы, приобретя определенный навык, они могли его применить в социуме. Самое главное, что должен знать социум о синдроме Дауна, что это не болезнь и не синдром. Им не страдают. Это данность, которая есть. Да, она влечет за собой определенные последствия, определенную слабость в организме. Но это не есть контекст того, чего нужно бояться. Это не заразно, это не передается воздушно-капельным путем. Но необходимо просто знать, как научиться взаимодействовать, как научиться передавать эмоции, как не бояться, и как просто понимать.